Запрет на импорт пшеницы ведут в Казахстане на полгода. Проект соответствующего приказа подготовили в Минсельхозе. Документом предусмотрено введение запрета на ввоз пшеницы из третьих стран и ЕС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Исключение лишь для птицеводческих и мукомольных предприятий. Принятые меры призваны поддержать отечественных сельхозпроизводителей, объясняет ведомство. Запасов продовольственного и фуражного зерна на внутреннем рынке достаточно. Отмечу, что в прошлом году собрали 12 миллионов тонн пшеницы. Около половины из них не классная. Крестьяне испытывают проблемы с ее сбытом, усугубляет положение ввод зерна из России, что приводит к снижению спроса на внутреннем рынке и падению цен. Так, в январе этого года из России по железной дороге завезли 174 тысячи тонн пшеницы. Сейчас КТЖ ввела очередной запрет на погрузку зерновых грузов в Китай. Причиной стало скопление на границе больше 6 тысяч груженных вагонов, временно отставленной от движения 448 поездов из-за несвоевременного приема китайской железной дорогой. Добавлю, что введение временных ограничений для защиты внутреннего рынка мера не новая и периодически применяется в стране. Продолжение следует... Продолжение следует...